Детский эндокринолог На сегодняшний день это заболевание приобрело уже просто волнующие масштабы, как говорят ваши коллеги, становится эпидемией. И в принципе уже теперь каждый может задуматься о том, не может ли он как раз таки войти в этот черный список людей, которые подвержены этому заболеванию. Итак, более подробно как раз мы с вами об этом поговорим. Ну, наверное, начнем с общей картины, да, на сегодняшний день, каковы цифры в нашей области, о чем можно рассказать, какие сегменты, так сказать, общества более подвержены этому заболеванию. Да, в Артюринской области, как и в Казахстане, как и в мире наблюдается рост сахарного диабета второго типа. Самые быстро растущие как раз таки сахарный диабет второго типа. Им у нас в области болеет 13 058 человек. Это официально, да? С сахарным диабетом первого типа болеет 495 человек. В нашей области отмечается вот тот же рост, как и в Казахстане и в мире, но реальные цифры, например, 13 058, это то, что мы зарегистрируем. Реально эта цифра в три раза больше. Почему именно в три раза больше? То есть есть какие-то прецеденты, да? То есть есть какие-то наблюдения с вашей стороны? Да, у кого не обследованы. Дело в том, что во всем мире эта тенденция, что не обследованных и не поставленных тех людей, которые не знают о своем диагнозе, их намного больше, чем, как бы, которые про свой диагноз знают, принимают какие-то меры по его лечению. Поэтому, когда мы проводим скрининги, мы выявляем такой процент высокий. И сейчас наша работа, работа ПМСП направлена именно на выявление, на информирование населения о том, что надо проверять себя на сахар периодически, особенно если у них имеется ожирение, повышенный вес. Есть склонность к гиподинамии, то есть такой малоподвижный образ жизни. Марина Жамагатовна, вот из этих заболевших с сахарным диабетом, каков процент детской заболеваемости? И насколько опасно это заболевание именно для детей? С сахарным диабетом первого типа на сегодняшний день состоят на учете 105 детей. Если на начало года 2017 года, на январь, было 92 детей, сейчас уже прирост есть. 105 детей. Из них у нас 44 человека получают помповую инсулинотерапию, которая вводится через подкожную систему инфузионную. Остальные получают через шприц-ручки инсулиновые. Остальные дети тоже состоят в очереди, ждут. Ну а вот второй категории сколько детей? Потому что наибольшее количество все-таки заболевших второй категории. Ну а как я понимаю, вторая категория, от нее до первой в принципе не так далеко, как я понимаю. То есть опасность существует, что она перерастет в первую, если вовремя не дать лечение соответствующее. Второго типа сейчас сколько у нас детей? У детей с сахарным диабетом первый тип сейчас преобладает. Преобладает, да? Да. Второй тип у нас не очень-то много. В основном болеют взрослые люди. Получается, что у детей сахарный диабет, как правило, переданный по наследству, да? По наследству. С детства, с рождения, да? Да. После инфекционных болезней. В основном это аутоиммунный процесс. На фоне аутоиммунного процесса болеют с сахарным диабетом первого типа. Какие болезни, после каких болезней в основном как раз-таки не передается, а вот заболевание идет вот такая реакция организма? В основном после вирусной инфекции, повреждения поджелудочной железы. В этом случае у нас повреждается функция поджелудочной железы и вырабатывается, не вырабатывается инсулин. В этом и у нас проблема. Когда дефицит инсулина идет, у ребенка бурно развивается клиника сахарного диабета. Это жажда, полиурея, часто мочатся дети, слабость выраженная, похудание и в крови обычно очень высокий сахар. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Тогда мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот я болею с сахарным диабетом второго типа уже 17 лет. Вот я была на таблетках, 6 лет назад меня посадили на инсулин. У меня операция была АКШ. Допустим, если меня посадили на инсулин, значит, не значит, что я уже первая группа, допустим. Ну вот такой вопрос. Знаете, чтобы говорить о первом и втором типе, сейчас в современном мире не говорят, что это первый тип или второй. Сахарный диабет – это одна болезнь. Дело в том, что после вирусных инфекций, когда идет поражение всей поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, тогда мы говорим о том, что абсолютно не хватает инсулина. В вашем случае долгий срок сахарного диабета привел к постепенному абсолютной недостаточности вашего инсулина. То есть у вас в начале болезни половина поджелудочной железы, клеток вырабатывала инсулин. Это небольшое количество инсулина поддерживало тот уровень сахара с помощью таблеток. И есть такое понятие глюкозотоксичность. То есть, получается, таблетки долгое время не могли сбить. Из-за нарушения диеты, из-за малоподвижного образа жизни, из-за вообще слабости таблеток. Поэтому сама глюкоза в крови, она уничтожает поджелудочную железу, высокий сахар. Поэтому произошло то, что остаточная ткань вашей поджелудочной железы была как бы полностью поражена. И поэтому этот постепенный переход привел к тому, что у вашего инсулина, который инициировался, выход его таблетками, уже не хватало. Поэтому врачи вынуждены вам добавлять инсулин. Мы часто встречаемся с такими вопросами, с такими претензиями, когда больные говорят друг другу, говорят нам, врачам, вот вы меня посадили на инсулин. Вот это как, я завтра с него не слезу. Дело в том, что врачи не хотят никого сажать. Врачи просто объективно смотрят картину, что у вас сахар не поддается на таблетки. Это значит о том, что вашего инсулина не хватит. Если мы будем продолжать давать таблетки, у вас и окончательно вы перейдете полностью на интенсифицированную инсулинотерапию. То есть полностью 5 уколов в день. Поэтому мы переводим сначала один раз в вечерний прием инсулина для поддержки, чтобы не было именно глюкозотоксичности. В данном случае 17 лет – это закономерный переход сахарного диабета второго типа в стадию инсулин потребности. Слушайте, получается, что по сути эта болезнь неизлечима, и человек, заболевший на второй стадии, пока легкий, с сахарным диабетом, понятно, что через какое-то время у него произойдет именно полная зависимость от инсулина. Или же можно как-то поддерживать. Ну вот потому что она же говорит, ну вот принимая таблетки, принимала какие-то... Перед операцией назначена инсулинотерапия. Перед операцией обычно назначается инсулинотерапия, потому что организм не справляется с помощью таблеток в этот момент со стрессом. Есть такое понятие – стрессовая гипергликемия. То есть когда человек боится, у него так и так может быть сахар вырабатывать печень. То есть не от поджелудочной железы. И даже если он голодает, все равно сахар будет высокий. То есть это как поддержка в это время? В это время была поддержка, да, скорее всего. И потом, наверное, в доктора, я думаю, что просто так, они могут отменить инсулинотерапию. Но значит, сахара были высокие, что они продолжали его назначать. Хорошо, спасибо. У нас есть телефонный звонок еще. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, да, да. Можно задавать? Да, конечно, говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня диабет второй степени или как он там? Второго типа. В общем, мне постоянно меняют назначение от инсулина. На сегодняшний день у меня утром 14 единиц лантус, 8 единиц новоропит, новоропит в час дня, новоропит в 6 часов вечера по 8 единиц, и вечером опять 14 единиц лантус. И днем еще в обед и вечером таблетки, не помню, как называются. А в больнице мне делали только лантус 6 единиц. Утром и вечером. Больше вообще ничего. Откуда они берут вот такие разные эти, как... Ну да, да, медикаменты, да, да, да. Да, что разные назначения такие. Понятно. Ну вот. Да, в данном случае у пациента, скорее всего, недостаточность инсулина есть, очень выраженная. И мы никогда не назначаем инсулина на глаз. Дело в том, что у нас есть четкий маркер. Это инсулин, это гликализированный гемоглобин. Он показывает, сколько, какие были колебания сахара за 3 месяца. То есть однократное измерение еще не говорит о том, что сахар высокий, надо какие-то лекарства назначать. Мы за 3 месяца смотрим, у нас есть свои критерии, они уже приняты во всем мире. Если выше 9, 9,5, то мы уже начинаем назначение лантуса. И смотрим по динамике. Если у него не падает ниже 9,5 или нарастает, то мы постепенно увеличиваем дозировки. Возможно, в стационаре у него не информировали, или какое-то было другое состояние, что ему потребовалось меньше инсулина. И мы не знаем, это когда было, как это давно было. Возможно, тогда у него был сахар нормальный. Возможно, там они соблюдали соответствующую диету. Ведь на инсулинотерапии полноценная диета должна соблюдаться. И вот он в домашних условиях, он получает эту диету. То есть это рациональное питание. Возможно, и даже не соблюдение диеты. И к нему, да. Доктор всегда спрашивает, какую еду вы кушаете. То есть у нас всегда есть расчет на хлебные единицы. У нас есть расчет на критерии, на вот этот гликализированный гемоглобин. Поэтому со всех сторон у нас есть руководство, которое нам не дают самим назначать свободно, варьировать инсулины. Есть методы профилактики, лечения и так далее, да? И которые уже, в принципе, по которым вы работаете. Да, весь мир работает. Хорошо, спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот слушаем. Ну, что-то человек. Здравствуйте. 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 Да-да, говорите, мы вас слушаем. У меня сахарный диабет второго типа. Я болею уже лет пять, наверное. Здравствуйте. У меня сахарный диабет второго типа. Вы потише можете сделать телевизор, чтобы мы смогли нас нормально слышать? Своему врачу. Ходила на уколы 10 дней, делала уколы. Какие уколы? Какое лечение вы получаете? И попасть не могу, ни номерков нет. Утром придешь, надо идти в 6 часов. В 6 часов придешь, там два номерка больше нет. Может быть, не хватка специалистов или время слишком ранее? Вы знаете, у нас есть сейчас в нашем университете резидентура по эндокринологии. Прошлый уже третий год, да, мы выпускаем резидентов. То есть сейчас же система образования претерпевает некоторые изменения. И раньше эндокринологи у нас проходили специализацию и становились эндокринологами. Сейчас молодые врачи учатся 3 года, чтобы стать эндокринологом. Поэтому как раз у нас было уже два выпуска. Около 15 человек мы выпустили. И благодаря нашему университету, западно-казахстанскому медицинскому университету имени Марата Успанова, мы обеспечили нашу область кадрами. Сейчас практически во всех поликлиниках есть эндокринологи. Детские и взрослые. Может, тогда осталось только создать гибкую систему приема. Возможно, здесь организационного характера. Может быть, в отдельных каких-то случаях. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да-да, говорите. Ага, алло. Говорите, говорите. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Так, я в второй степени с сахарным диабетом тоже болею. Мне 44 года. Извините, что я вас тревожу. Вот я смотрю телевизор, да. Я ходила к главврачу нашему, говорю, как страховой полис нам будет, как мы с сахарным диабетом болеем. Нам на работу тяжело устраивать, потому что нам на глазах стоит жара. В этом помещении опять жара. Род, воды просим. Воды нам много, очень пьем воды много. Вот насчет этого страхования. Потом нам, как это мы не пенсионеры, не молодые. И вот сейчас в среднем возрасте нам ничего. Какую помощь нам может с сахарником особенно нам? Нам тяжело ходить летом. Вот зимой мы ходим, бутылка в руках у нас. Пожалуйста, вот насчет этого вопроса вы можете нам ответить как-нибудь? Нет. Во-первых, я хочу сказать, что у данного пациента не компенсированный сахарный диабет. Врачу надо пройти к доктору. И все-таки это ненормально, когда в таком большом городе человек ходит с бутылкой воды. То есть нет компенсации сахарного диабета. Опять же говорю, здесь есть у нас эндокринологи. Они должны назначать таблетки или инсулины, которые приводят к компенсации диабета. И человек прекрасно себя чувствует на этих таблетках, следит за сахаром, следит за своим состоянием. Насчет страхования необходимо сказать, что любая категория в Казахстане не остается без внимания. Без работы, молодые, старые, они все получают, если есть подтверждающий документ, что он не работает, они все получают страховку от государства. Ну, в принципе, вот такой вопрос на сегодняшний день вообще. Насколько обеспечены мы инсулином? Не может быть такой вот, что вот какой-то перерыв в поставках, какая-то, я не знаю, авария где-то, и город останется без инсулина. Такое может быть или нет? Город не может остаться. С инсулином проблем у нас нет в области. Какие-то запасы есть, имеются? Запасы всегда имеются. То есть можно обнадежить наших заболевших, да, этой болезнью, что мы в безопасности, и никаких проблем с обеспечением инсулина в ближайшем будущем не предвидится? Нет. Хорошо, но тем не менее, мы поговорили сейчас о лечении заболевших диабетом. Мы поговорили о том, какие у нас есть препараты и насколько мы обеспечены. Как вообще постараться не заразиться этой болезнью? Ну, не заразиться, да, не заболеть этой болезнью. Извините, что я привык рассуждать немножко о болезнях иного рода. Итак, как не заболеть? Какие методы, советы вы можете, так сказать, довести до наших телезрителей о том, чтобы оставаться здоровым? Во-первых, надо знать, от чего начинает болеть сахарный диабет. Особенно, вот вы правильно говорите, заразиться. Заразиться, значит, вы идете от того, сейчас, которая идет концепция, это пандемия сахарного диабета. То есть идет пандемия, то есть где-то через 10 лет официально будет зарегистрировано около 600 тысяч человек, официально заболеющих сахарным диабетом. Слушайте, это в Казахстане? Это нет, это будет в мире. Нет, у нас в Казахстане около 300 тысяч. Дело в том, что я вам хочу сказать, ой, 300 миллионов у нас? Наверное, да, 200 миллионов, наверное. Сейчас у нас цифра остановилась на 425 миллионах, а в мире ожидается около через 10 лет 600 миллионов. Подумайте, у нас 7 миллиардов и 600 миллионов. Каждый десятый пострадает сахарным диабетом. На этом фоне мы говорим, конечно же, это болезнь образа жизни. Меняйте образ жизни и будет, конечно, профилактика. Образ жизни в какую сторону менять? Образ жизни меняется в разные стороны, поэтому... Ну, самый... Я думаю, что все-таки образ жизни в сторону повышения физической активности, правильной питания, снижение углеводов в питании, жиров в питании. То есть, какую нужно пищу от жиров и углеводов? Вот скажите, конкретно, какие вот... Вот что показано, что противопоказано? Вы можете вот в нескольких словах это объяснить? Вы знаете, сейчас доктора против слова «диета». Диета подразумевает ограничения. Мы говорим сейчас про рациональное питание, то есть 35% жиров, 35% белков и 30-35%. В таких пределах должно быть углеводов, сахара должно быть, соотношение. Если это соотношение соблюдается, могут люди кушать что угодно. Единственное, чтобы не было превалирования какого-то одного компонента. Слушайте, ну у нас вот девушки, вот большая часть наших девушек занимается спортом, но любят сладкое, что-нибудь сладкое покушать. Вот есть такие девушки, которые, я думаю, их немал. Вот в этом случае есть ли какая-то вероятность все-таки заболеть? Или же главное активно заниматься спортом и есть можно все что угодно? Вы знаете, если вы занимаетесь спортом, то сахар, это помогает инсулину работать. Если вы целый день провели на площадке, как говорят, спортивная площадка, вам разрешается даже торт, но в разумных количествах. Как я понимаю, считать нужно. Считать именно нужно количество калорий, считать нужно жиры, белки, углеводы. На сегодняшний день мы переходим немножко к такому питанию, да? То есть современность диктует свои правила. Если в свое время наши бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, они работали в поле, много было физического труда, мало было сладкой пищи, вот этой вот особенно с химическими соединениями, с прямо густо усеянных. То сейчас, на сегодняшний день, нужно, хочешь быть здоровым, занимайся спортом и, ну, серьезно подходи, так сказать, к собственному рациону, можно так сказать, да? Именно с такой скрупулезной точки зрения. Спасибо большое. Хотелось бы добавить, что в нашей студии были Айгуль Шенбергеновна Цартаева, руководитель кафедры общей врачебной практики, за какому имени Марата Аспанова и главный городской эндокринолог, а также Марина Жамагатовна Колжанова, также главный детский эндокринолог нашей области. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами поговорить. До встречи. Спасибо вам.